обалдеть новый год на носу трава зеленая солнце с утра 4 градуса примерно будет 8 так что вот так дядя лежа на работу собирается с утра покурить на балкончике кофе с кофе и сейчас уже пойду ну и включаем заставочка и снова всем привет на канале олег нестеров брест сегодня уже 30 декабря завтра будет уже новый год в ночь да солнышко вообще на улице плюс 6 градусов уже днем будет наверное 8 вот такой новый год у нас но сегодня сразу скажу мы будем красить капот будем красить его в переход по базе то есть по краске кусками да лаком будем скрывать уже весь не будем геморройничать потому что у капота покрытие не очень хорошая дорога у покрытия покрытие у капота не очень хорошая и получается что красивый переход мы не сделаем мы сейчас собьем под 8 соточку все и потом после 8 соточки уже те места которые у нас не будут покрытой краской мы их вскроем лаком ну будет немножко картинка повеселее ну а сейчас с утра как всегда анекдот короче представьте такую картину трое русских лыжников едут на соревнования мировые да ну и так получилось что пока там колдырили пока то сё блин отстали от поезда блин чё делать на самолет билетов нету на машине тоже долго но добрались они кое-как до нужного места назначения в гостиницу приходят там все места заняты подходят на ресепшн говорят блин нам вот надо переночевать три места греть не извините мест вообще нету у нас тут все одни спортсмены завтра соревнования так мы тоже спортсмены ни разу не волнует нету мест блин ну нам хоть бы где переночевать ну есть одноместный номер с одной кроватью ну ладно чоу давайте блин ну короче втроем забрались спят утро наступает все такие что ты не веселый один такой горит с краю который лежит говорит прикинь всю ночь блин во сне бабу короче имел второй такой с краю блин прикинь я тоже нафиг всю ночь бабу имел тот ёхарный середине лежит такой скучный чё блин да такой сон хреновый снился а чё представьте блин вот еду я я уже первый на лыжах чешу 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 и обмякли блин ха такое нигде наступающим всех поздравляю видете соседи пришли поздравляют с новым годом мы соседи поздравляем с новым годом сейчас дядя толя все это заморит иначе ну вот дядя толечка у нас все замыл молоточечек дядя толечка пирожок сейчас мы ему дадим с полочки да дядя толечка я захотел молодец ну и хотелось бы от души поблагодарить всех своих подписчиков всех своих зрителей всех ребят с рацией зло всем привет такой вот подарок дядя алежи учудили блин все у алежи уже один миллион просмотров 1 миллион и 11 тысяч то есть вас пока еще там девятьсот восемьдесят восемь тысяч но у меня уже анализ пришел 1 миллион 11 тысяч и вчера когда я увидел я выпустил этот клип ухты мы вышли из бухты да с дядей толи посмотрите кто не смотрел очень прикольно оставлю его в папке избранная если он уйдет далеко из недавних добавленных так что смотрите наслаждайтесь мы старались как смогли так и спели но сам клип позитивный ну я думаю следующий год тоже будет плодотворные будет много клипов много информации много свежих анекдотов сегодня мы снимем поздравления завтра выложим 31 можете смотреть у елочки ну и мы продолжим работу еще раз всем спасибо дядя толи у нас уже замыл капотик сейчас мы его на улицу выставим подготовим гараж под покрасочку как я готовлю гараж под покрасочку я вам недавно показывал то есть все это обольем паровую ванну сделаем очки потеют у него ходит вот когда вы замотовали хорошенько подсушите под краями бампера потому что вот капота да потому что вы здесь под капотом может собираться водичка капельки чтобы у вас такого не было везде протирайте тряпочкой и подсушивайте после этого уже обезжирите ну краской мы будем красить вот так здесь тоже вот так вот и лаком покрывать уже полностью некоторые сколики мы тут не убрали как бы нас просили потрасить только вот этот уголок но это будет уж очень некрасиво поэтому мы решили подсвежить весь как бы не доделывать его весь но подсвежим его весь если там где-то сколики будут тоже на них красочки дунем и покроем это все лаком по крайней мере это будет красивее чем просто маленький уголочек мы подкрасим машину все равно нужно всю под перекрас потому что до нас ее покрасили но на такой купил на продажу ее покрасили покрашена она ужасно покрашена с водой так что делайте влагоотделитель заходите в папочку оборудование материалы здесь папочка будет и делайте себе влагоотделитель за влагоотделитель я отвечаю на сто процентов что вы избавитесь от воды так что делайте простой колхозный влагоотделитель и даже не задумывайтесь потому что такой косяк как вода и рыбьи глаза очень нехороший косяк из средств защиты то есть респиратора да вот посоветую вам такой не буду рекламировать это как бы трех и маски прием вообще занимается профессиональные вообще там все почти профессионально то есть очень удобный фильтре дышится в нем очень легко вы не чувствуете не надо легкими протягивать то есть здесь вот на нем еще есть такая фигня как вот эти фильтрики да фильтрики дороговатый ну это предфильтр здесь уже идет угаренный фильтр фильтрики при дороговатые я беру просто влажную салфеточку влажная салфетка обычно руки вытираем я беру такую влажную салфеточку просто вот так вот сверху одеваю тут конечно уже надо менять просто сверху одеваю и закрываю как вы видите по цвету салфетки она свою работу выполняет то есть салфетки стоят там ну сколько две тысячи на наши сколько ну 10 рублей российскими да а фильтрики стоят 100 рублей так что вы можете так вот обойтись с легкостью без всякой напряги шпателя автомобильные я там упустил да немножко так вот по шпателям видите вот такой набор шпателей вот они есть 12 сантиметров потом 10 сантиметров по моему 8 и 5 4 шпателя идут в наборе с синенькой ручкой они более мягенькие и более мощники ну как бы если его хорошо заточить как затачивать я там показывал где-то смотрите папку оборудование материалы как затачивать их я показывал чтобы они у вас не рисовали с красной вот тоже немецкий с красной они потверже хорошие но их найти сейчас проблематично но если найдете то считать очень хорошо то ли убери молдинку бери на улицу ну вот что по шпателям там поставим шпателям я показывал большие длинные можете брать в строительном магазине то есть это вот что я упустил ну и все начнем наверное покраску протираем липкой салфеточкой как вот так как у вас может быть пыль вот таким из конца до конца движение если выходит то есть вы снимете она прилипнет на салфеточку салфеточки не надо сильно нажимать втирать вот эту вот липкую массу чуть-чуть слегонца прошли и все контроли рукой проверили ну и начинаем красить как я говорил здесь пятно будем и здесь пятно когда вы перекрыли цвет чуть-чуть заходим туда чтобы у вас постепенно краска расходилась не резкая граница вот вы мокрым слоем положили да а сухой слой у вас уходит туда раздув то что у вас будет вот здесь такое ореол раздува не обращайте внимание лаком это все уйдет вот сейчас оптюнингуем машинку будет супер вот наша крылышко уже немножко запылилась ну еще сейчас прикрутим бампер будет у нас супер матис вот здесь вот 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 мы видим, наложили, да? И у нас еще просвечивается грунт. Но это ничего страшного. То есть первым слоем не надо пытаться закрасить. Делайте тонкие слои, второй, третий слой. Если надо будет, то и четвертый слой сделайте, пока вы не сравняете цвет. Если же вы будете сразу закладывать, у вас потом могут быть косяки. Сразу, ни в коем случае не перекрывайте. Делайте между слоями 7-10 минут перерыва. Слой у вас уже немножко помотовеет. Протерли салфеточкой. И наносим второй слой. Салфеточкой, я имею ввиду, липкой. На лаке, ни в коем случае, между слоями не протирайте салфеточкой. Лак сохнет долго, и салфеточкой вы только размажете все. То есть салфеточкой протираем только базу металлик. База сохнет быстро. Это вы можете на других местах, где не испортите, вот так вот трогать. Но базу, как увидите, она будет матовой, когда она высохнет. И тогда ее можно уже протирать. За 10 минут она восточная высохнет. Проходим второй слой. Ну у нас много сколов, так что я по сколам тоже пройду. Третий слой. Как бы если вы красите переходом, вот мы забили свет, и потихоньку уходим мы туда. Такой, на пылок. То есть, чтобы у вас была легкая граница туда. Сейчас я покажу ближе. Вот, если можно увидеть, вот у нас забит свет, и сюда мы потихонечку выходим, получается вот такая картинка. Вот здесь, видите, матовая, а здесь потихонечку красочка находит сюда. То есть, когда вы перекроете лаком, это все сравняется. То есть, главное не делать резких границ. Вот тут вот, видите, немножко резковато. Ну, тоже достаточно. А здесь у нас потихонечку, а пыл им идет. Такая фигня закрывается уже лаком. Ну, вот как можно увидеть, переходика у нас не видно. Немножко, конечно, тут пыль нападала, но это как бы пыль верхняя, она не страшная. То есть, вот мы до конца его не красили, но переходика у нас не видно. Ну, ладно, это мы потом покажем, когда его соберем, здесь потолок отражает. Лак еще не совсем разлился, но видно, что он расходится. Это потолок отражается. Вот так вот возьмем. Вот, видите, на ребре вот немножко шагренька есть такая. Это нормальное явление. Как бы эта шагренька уйдет, не пугайтесь, что она останется. Даже если она у вас такая останется, она заполируется, и это будет красиво. А как вот лак многие спрашивают, лак первый, я... Ну, смотрите, если он сильно густой, можете добавить чуть-чуть растворителя процентов 5. Первый слой наносите, как бы он основной идет, да, чтобы у вас все толстенько растеклось. Либо, наоборот, если вы хотите, можно покрасить лаком так, двумя способами. Первый – это развести лак 10-15% растворителя. Я беру импортный разбавитель. Наносите тонкий слой лака. Второй слой вы уже меньше разбавляете густым лаком. Ложите. Перекрываете толстый слой. И последний слой уже идете, разбавляете на 10% лак. Вернее, 10% на общую массу. Добавляете растворителя, чтобы он у вас немножко растекался. И перекрываете таким лаком. Если у вас сразу апельсин появляется, не пугайтесь. Этот апельсин растечется. Если вы разбавите лак до той степени, что вы будете уже ложить его без апельсина, это первый знак, что у вас потечет все. Потому что вы слишком жидко разбавили лак. Небольшой апельсинчик, когда вы его накладываете, должен быть. Через 3-4 минуты этот апельсинчик разойдется. Когда у вас расходится такой апельсинчик, значит лак вы разбавили супер. Если апельсина у вас нету, значит жидко вы разбавили. Если апельсин не расходится через 4-5 минут, значит вы разбавили слишком густо. Значит во второй слой можете, слои мокрые, так что не пугайтесь, во второй слой вы можете уже добавить чуть больше, там 15% разбавителя. Еще раз покрыли, и у вас верхний слой растянет. Нижний слой. И не пугайтесь, если у вас небольшая шагренька осталась, она у вас очень хорошо уберется потом полиролю на следующий день. Если вы положите хороших 2 слоя честных, это уже хорошо, вот когда с апельсином, если вы их ложите, это слои толстые. Или 2,5 слоя. 2 честных и сверху такой, жиденький у крылья расползлось. Такой апельсин сполируется, и сполировать его будет веселее, то есть вы его, мало вероятности, что протрете, потому что у вас достаточно на машине лака. Если вы сильно разбавите, мало того, что он у вас потечет, он у вас будет еще очень тонкий слой. И когда вы начнете сполировать, какая-то пылинка там или еще что-то упадет, вы его, блин, ну, не на 100%, но на 80% вы протрете лак. Ну и тем самым у вас остается на следующую полировку нисколько лака. То есть если вы даже вот первую полировку сделаете, на вторую полировку люди будут полировать и просто-напросто протруют. И на полировку не берите машины, если вы ее не красили. Вы не знаете, сколько там лака лежит. Может, там осталось полмикрона лака, понимаете, и вы начнете тереть и просто запорите под перекрас машину. Если вы машину красили, вы лично вот эту часть вы красили, тогда да, можно брать на полировку, смело полировать. Вы знаете, где сколько вы наложили. И неважно, год эта машина была назад или два. Когда вы ее возьмете, вы вспомните все до мелочей, как вы ее делали. Это откладывается. Как бы вот такой небольшой совет. Надеюсь, чем-то сегодня. Я помог, какую-то информацию до вас донес. Еще раз спасибо огромное всем моим подписчикам, что так участвуют. Подписывайтесь на Зелу Рацию. В Зелу Рации у нас и профессионалы, и новички. Много новичков. Любой вопрос можно узнать на Зелу Рацию. Вот здесь вот ссылочка будет. Нажмите, посмотрите это видео. Вы поймете, как это подключить, как с нами общаться в Зелу Рации. В любое время дня и ночи вы можете выйти на канал и задать свой вопрос. В прямом эфире вам ответят не один человек, а ответят несколько человек. Друг друга поправят. Такой небольшой консилиум. И решите. Скажут свои ошибки, какие у них были. Вам свои. Все доступно объяснят. Есть у нас и мотористы, есть и электрики. Ну, не всех сразу поймаешь, но найдете. Очень удобно. Так что подписывайтесь на Зелу Рацию. Выходите на канал Олег Нестерова Прест. Все мы вам разъясним. Ну, а на посошок анекдот. Ну, значит, новый русский олигарх, короче, на пруду ловит золотую рыбку. Ну, анекдотов много на эту тему. Ну, та ему, исполню любое твое желание. Любое. Да, рыбка, все у меня есть. Все есть абсолютно. Хотя, слушай, блин, вот рыбка, я так боюсь на самолетах летать, понимаешь? А домик у меня есть небольшой на берегу океана. Вот ты бы мне вот дорогу бы построила вот с Москвы и туда. Автобан такой. Чтобы я на машине мог туда доехать без всякого страха. Рыбка так подумала, говорит, не, мужик, ты че, блин, такие задачи вообще нереальные ставишь. Думай хоть свою башку это. Как я тебе автобан туда построю, блин? Ну, мужик, думает, думает, ну, ладно, рыбка, ну, тогда знаешь че. Вот, блин, я вот не пойму баб, понимаешь? Вот что у них за такая натура? Как они вообще мыслят? Вот я понять не могу. Вот все у меня есть, да, все, что не захочет. Покупаю золото, бриллианты. Ну, все от меня почему-то уходят. Вот как понять вообще баб? Вот сделай так, чтобы я понимал баб. Рыбка такая посмотрела на него. А автобан там какой? Четыре или шесть полос? Такой анекдот! Да, женщин иногда невозможно понять, но мы с вами, мужики, тоже не сахар, не подарок. Давайте, чтобы в новом 2014 году хоть это и год лошади, да, вот то ли, блин, он вечно влезет, то компрессор ему сдуть надо, то еще что-то. Рабочая обстановка. Да. 2014 год, чтобы стал для вас самым счастливым. Если не самым счастливым, то одним из самых счастливых, чтобы детки ваши не болели, чтобы в семье у вас было все хорошо, чтобы мужья за ум взялись, не пили. Мужики, давайте порадуем семьи. Ну, напились уже все. До 30 лет можно бухать. Потом, ну, надо заниматься семьей все-таки. И никому оно не нужно, да? чтобы денежек побольше в семью приносили, чтобы, не буду говорить, чтобы они вам с неба свалились, да, в лотерею выиграли. Чтобы у вас всегда была работа, любимая работа, за которую вы получите эти денежки, способы, чтобы заработать денежки, чтобы вам сыпались со всех концов, чтобы побольше добрых людей было. всего, короче, всего, не знаю, что пожелать. Сегодня я сниму еще у елочки, вас поздравлю. Ну, и на этой нуте счастливой, солнечной желаю всем добра и бабла. Здоровья вам, вашим детишкам. Ждите следующего видео, оно не заставит себя долго ждать. Я тебя лежу с вами. Как не придешь домой перед Новым Годом, все какие-то сюрпризы. Вот, поздравили меня мои партнеры. Город Киев, улица Житомирская. Это партнер мой, Аир, о котором я вам говорил. Очень приятно. Вот такое поздравление пришло. Интересно. Приятно. Уважаемый Олег, поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым. Желаем, чтобы все задуманные проекты осуществились. Просмотры были, били все рекорды, и от подписчиков не было отбоя в наступающем году. Пусть появятся новые перспективы, рождаются великие идеи и воплощаются заветные мечты. Ваша команда, Аир. Очень приятно. Спасибо, ребята. Очень приятно. Так что фирма, вернее, ваш партнер Аир заботится о вас. Подписывайтесь, ребята, не пожалеете. Вот я с ними работаю, хоть и не продолжительный срок, два месяца, но очень рад. Особенно вот такие вот мелочи, казалось бы, да, это глубоко не мелочи. Если они рассылают всем своим партнерам, помнят о вас, думают о вас. Димочка, тебе особый привет, спасибо за твою работу. Знаю, иногда достаю тебя. Это мой куратор фирмы Аир. Огромное всем спасибо. Счастья еще раз. Процветания вашего бизнеса и всего-всего-всего.